МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире выпуск новостей. В студии Султаня Истакаева. Сегодня в программе. Крым посетила делегация из Ингушетии. В столице республики начали демонтировать нелегальные рекламные щиты. В Симферополе сбили девушку на пешеходном переходе. Пандусы и специальные места в салоне для маломобильных пассажиров. По городу Саки курсируют новые автобусы. Что воплощает в своих работах художник Али Бекиров? В Крым приехала делегация из Ингушетии. В ее состав входят религиозные и общественные деятели республики, а также имамы сельских поселений. Гости побывали в знаковых местах крымских татар. Руслан Минаев расскажет подробности. Представители делегации из Ингушетии читают мевлюд в стенах соборной мечети. Томные голоса горцев чередуют друг друга. Обряд восхваляет пророка Мухаммеда и посвящается знаменательному событию. Делегацию поразили масштабы строящегося комплекса соборной мечети. Гости пообещали, что приедут и на открытие мечети. Впечатление неповторимое. Это прямо дух захватывает, смотря на новые большие, огромные стройки. По приглашению Духовного управления мусульман Крыма в составе делегации из Ингушетии приехали 15 человек. Большинство из них – религиозные деятели и имамы. Они здесь, чтобы перенять и поделиться опытом в воспитании молодежи. У вас здесь настолько все, слава Богу, хорошо. И мне приятно видеть, что наши братья, крымские татары, сегодня на своей исторической земле развиваются, делает все возможное для того, чтобы развивать свое подрастающее поколение в духе патриотизма, в духе нравственности. В Крым гости приехали на пять дней. Уже успели посетить знаковые для крымских татар места, а также побывали на всекрымском турнире по национальной борьбе «Куреш». Были очень впечатлены борьбой крымских татар. Очень зрелищное событие было, честно говоря. Далее по плану старинная симферопольская мечеть «Сиит-Ситар», которую открыли после реконструкции. На территории религиозного сооружения также построили медрессе, рассчитанное на 26 человек. По мнению делегатов, в Крыму постепенно реализуются планы по возрождению религии среди молодежи. Обсуждали нашу веру, мусульманскую веру, чтобы мы, как братья, с той стороны, с нашей стороны и с вашей стороны друг к другу ездили, обменяясь опытом. В знак благодарности за гостеприимный прием делегаты привезли подарки лично муфтию мусульман Крыма и депутату Госдумы Руслану Бальбеку. Мы вечно не забыли. Здорово, спасибо вам большое. Дети, внуки, народ никогда не забудет. Все, спасибо вам. Теплоту отношений, уважение к друг другу и доброту любой человек понимает, даже не зная твоего языка. И уже находясь у себя дома, они будут делиться впечатлениями и рассказывать о понимании уважения, гостеприимства крымских татар. Представители Ингушетии пробудут в Крыму еще два дня. За это время планируют посетить музейный комплекс «Ханский дворец» в Бахчисарае. Руслан Минаев, Алишер Алимов, Виталий Голубев. Телеканал Миллет. В новом году Крым отправит в хадж тысячу паломников. Это стало возможным благодаря увеличению квоты для России в целом на пять тысяч мест. В прошлом году житель города Саки Сервер Джуляла вместе со своей женой совершил главное путешествие в жизни мусульманина. Посетить священные места он мечтал всю жизнь. Выполнил не только все обряды хаджина и повысил знания по истории ислама. Организация осталась довольным. Мы побывали на горе Ухуд, где была битва мусульман. Мы побывали в местах, где пророк Саля-Лава Васильев получал первое откровение в пещерах. Мы увидели те места, которые связаны с историей пророка Ибрагима. Мы знаем, что Сафа, Марва – это те горы, между которыми его супруга находилась там. Мы увидели источник Замзам и спили из этого источника вдоволь этой священной воды. Теперь паломничества в Мекку смогут совершить еще больше мусульман Крыма. Билеты будут куплены частично за счет бюджета. Какие факторы влияют на количественный состав? Безусловно, это квоты, которые выделяет Саудовская Аравия странам, государствам. Кому-то, может быть, сотен тысяч, кому-то несколько десятков тысяч. Вот для Крыма определили квоту в тысячи человек. В современной истории полуострова впервые самостоятельно организацией ВХАДЖ занимается крымский оператор. При оформлении документов для крымчан действует зеленый коридор. Перед поездкой обязательно проводят семинар в стенах Духовного управления мусульман Крыма. Преподаватели рассказывают, как правильно проводить обряды ХАДЖа. А во второй поликлинике Симферополя паломникам сделают прививки. Духовное управление мусульман Крыма определило, что АВН-тур является официальным туроператором по организации ХАДЖа в Крыму. И с 2017 года мы от А до Я организовываем поездку ХАДЖ. Паломники будут распределены по группам. Их будут сопровождать специально назначенные люди – преподаватели, мамы и обязательно доктора. Приобретаем лекарства и наши паломники, чтобы не чувствовали дискомфорт, чтобы когда заболели наши медработники, врачи могли своевременно помочь им. Житель города Саки Амет Апсиметов побывал в священных местах 16 лет назад еще при Украине. В то время, чтобы отправиться в паломничество, все организационные моменты и сбор документов приходилось делать самостоятельно. Выехать в Мекку Амет Ага смог только из Киева. Ранее было очень сложно. Здесь никто тебя никуда не возил. Мы сами купили билеты на поезда, поехали в Киев, все документы собирали сами. Для открытия визы поехали в Москву, а прививку нам делали в Киеве. Но только в российском Крыму все изменилось. Теперь волокита с документами в прошлом, а количество паломников с 2014 года увеличивается в разы. Государство в лице Совета министров Крыма, исполнительных органов взяло на себя ответственность по оказанию содействия в решении данных вопросов. Из 2014 года, когда было 150 паломников, вы знаете, до сегодняшнего дня, это 975 человек в 2019 году, в прошлом году посетили хадж. Это серьезный прогресс. Паломничество в Мекку и Медену в древние времена было опасным и неудобным. Люди добирались на верблюдах, на лошадях, а чаще всего пешком. Но сейчас стало комфортнее и безопаснее. Крымский хадж-оператор пытается упростить путь паломников. Ведутся переговоры о запуске прямых рейсов из Симферополя в Саудовскую Аравию. Дай бог, у нас в середине января будет совещание проходить в Саудии. Мы также этот вопрос поднимем в этом совещании. Если будет согласие Саудовской Аравии принять этот чартный рейс, организуем, чтобы наши паломники без тяжести смогли на прямом самолете улететь из Симферополя в Саудию. В конце прошлого года был объявлен сбор документов уже из тех, кто оплатил поездку. Первая группа паломников в составе 48 человек в этом году отправится летом. В священных местах Мекки и Медины они пробудут три недели, а домой вернутся после Курбан-Байрама. Мост через реку Салгир на улице Гагарина откроет 22 марта. Об этом заявили в администрации крымской столицы. Реконструкция объекта началась 1 декабря. Завершить строительные работы подрядчик планировал до 15 числа того же месяца. Однако элементы конструкции старого моста были полностью изношены, поэтому объект в срок не сдали. Сейчас идет закупка новых балок в количестве 20 штук. В результате реализации проекта и вскрытия основных конструкций, несущих мостового сооружения, выявлены аварийные конструкции в части балок, перекрытий, которые находятся в центральной части мостового сооружения и расположены непосредственно в реке Малый Салгир. Необычная находка в заброшенной постройке. Керченские пограничники обнаружили деревянный ящик с боеприпасами в поселке Заветное Ленинского района. А в нем хранились гранаты и сотни патронов к огнестрельному оружию. Сотрудники Минобороны, Росгвардии, МВД изъяли все предметы, сейчас устанавливают личность владельца взрывоопасных предметов. Многочисленные ушибы и сотрясения головного мозга. Такие травмы получила девушка в центре Симферополя на пешеходном переходе. Сегодня утром ее сбила машина. Причину аварии выясняла Эльмаса Блакимова. Оживленный перекресток в центральном районе Симферополя. Сегодня в 9 утра здесь произошло ДТП. Это пешеходный переход на улицах Хлары Цеткина и Козлова. Он нерегулируемый, здесь нет светофора. Посмотрите, какой тормозной путь остался после ДТП. Здесь недавно сбили девушку. На фото, сделанном очевидцами, видно. На асфальте лежит девушка в скорченном положении. От сильного удара машины она потеряла сознание и получила многочисленные травмы. Мужчина, который стоит рядом, это водитель автомобиля. Водитель, управляя автомобилем ВАЗ-2110, двигаясь по улице Козлова со стороны улицы Севастопольская в направлении улицы Футболистов, возле дома номер 41, улица Козлова, на нерегулируемом пешеходном переходе допустил наезд на пешехода, женщину, которая переходила проезжую часть дороги справа налево по ходу движения автомобиля. По рассказам очевидца, жертв могло быть больше. На середине пешеходного перехода был еще один человек. Мужчине повезло. Автомобиль на высокой скорости пронесся в нескольких сантиметрах от него. Я ехала по встречному движению, передо мной была маршрутка, маршрутка проехала, пошли пешеходы. Я остановилась, пропуская пешеходы. Шел мужчина с той стороны движения, в красной куртке. Он шел, а машина навстречу, ну вот эта, которая сбила, она очень быстро двигалась. Мужчина испугался, остановился. Он мимо него проехал, ну как бы пропустил его, да, уже. В этот момент на пешеходный переход выбежала и девушка. Водитель серой машины не успел затормозить и сбил ее. От сильного удара лобовое стекло треснуло, а на асфальте остались капли крови пострадавшей. Я оказал первую помощь врач, который по счастливой случайности находился рядом, говорят очевидцы. Затем подъехала скорая помощь. По предварительной информации медиков, девушка получила многочисленные ушибы и сотрясения головного мозга. Сейчас по факту ДТП проводится проверка. Всего за 2020 год в Симферополе произошло 4 аварии с наездом на пешехода. Эльмас Аблакимова, Рафаэль Вахидов, телеканал Миллет. 30 тысяч доз синтетических наркотиков изъяли у крымчанина. 22-летнего безработного поймали с поличными. В лесополосе Симферопольского района мужчина закладывал очередной тайник. Затем оперативники обыскали и дом злоумышленника. Там нашли почти 3 килограмма наркотиков. Сейчас мужчине грозит от 15 до 20 лет лишения свободы и штраф. До вынесения приговора молодой человек будет находиться под стражей. 7 новых автобусов для города Саки. Подарок на Новый год для жителей курорта. Автобусы уже вышли на городские рейсы. Они приспособлены для перевозки людей с ограниченными возможностями. По какому маршруту следует общественный транспорт и как его оценили горожане, знает наш корреспондент Айше Шулакова. Марлен Мунизов – водитель общественного транспорта в городе Саки. За рулем этого нового комфортабельного автобуса недавно. Раньше управлял старыми моделями с более меньшими габаритами. Коробка автомата по городу очень удобна. Тепло, что немаловажно. Люди даже приходят, говорят, что выключили печки, потому что жарко. 1 января городской автопарк пополнился новыми автобусами. Предыдущий перевозчик не справлялся с обязанностями. Поэтому Минтранс сменил его по поручению главы Крыма. 7 машин для Крымтроллейбуса купили по программе некоммерческого лизинга. Новые автобусы работают на природном газе. Они оснащены системой видеонаблюдения, кондиционерами и системой ГЛОНАСС. Их пассажировместимость более 80 мест. Современные, экономичные, безопасные. Даже есть пандусы и специальные места в салоне для маломобильных пассажиров. В общем-то, кнопки вызова не дотянуться. Без помощи водителя не обойтись. Горожанка Анастасия Желудкова рассказывает, что пандус не рассчитан на их остановки. Отсюда и неудобства как для людей с ограниченными возможностями, так и для водителей транспорта. Вопросы с этими погрузками в транспорт долгое время занимают. Еще пассажирам приходится ждать нас. Люди с ограниченными возможностями давно мечтали о низкопольных автобусах. Но их надежды оправдались не полностью. Автобусы отличные, комфортабельные. Вот мы едем очень удобно. Но только одна проблема. Вот остановки и, конечно, крутоватый пандус для нас. Сами мы, конечно, не заберемся. Ну, шофера нам помогает. Ну, вот сейчас посмотрите, как мы будем выезжать. Очень опасно. Маломобильные граждане надеются, что городские власти обратят внимание на эту проблему и поспособствуют обустройству остановок для такого транспорта. Экстремальненько. В этом году Крымтроллейбус планирует закупить еще 100 современных автобусов. Айша Шулакова, Алиша Ралимов, телеканал «Миллет». В крымской столице начался демонтаж рекламных щитов. Пока работы ведутся на проспекте Победы. Только на этом участке снесут 50 нелегально установленных рекламных конструкций. И тех щитов, срок годности которых истек. На их месте возможна установка новых сооружений. Если город Симферополь рассмотрит вопрос размещения рекламной конструкции через схему размещения рекламной конструкции, соответственно, далее пойдет процедура аукциона, в этом случае то да. Но пока к этому вопросу мы не подходим. Аукционы были проведены ранее. Соответственно, на проспекте Победы также были выиграны рекламные места. Поэтому на сегодняшний день мы выбираем те конструкции, которые стоят уже на сегодняшний день незаконно. Резьба по дереву и написание картин. Талантливый крымско-катарский художник Али Бекиров не только мастер кисти, но и знаток старинного ремесла. Среди его работ более 500 неповторимых полотен, где и как рождаются идеи для этих уникальных произведений. Какие картины автор пишет на данный момент и о чем мечтает. О творчестве мастера сюжет Наджией Исаевой. Известный крымско-татарский художник Али Бекиров работает над своей новой картиной «Алтан Бешек». Смешивая краски на палитре, чередуя короткие, длинные и хаотичные маски, на холсте он воплощает в жизнь ценный шедевр. Это красоты Феодосийского района. Между возвышенностями и холмами я изобразил истоки крымских рек. Это все северная часть полуострова. Над картиной мастер работает второй месяц. В процессе она менялась несколько раз. Изначально композицию с колыбелью художник видел в доме, но со временем в работу внес более глубокий смысл. Золотая колыбель символизирует возрождение искусства, обычаев, связь поколений и силу народных традиций. Колыбель и этот пейзаж символизируют родину мамы и младенца, то есть нашего народа. Али Бекиров получил два высших образования. Творчество всегда было для него одушиной. За его плечами 16 лет работы художником-постановщиком Крымско-татарского театра и «Нелегкий путь художника». У Али Бекирова десятки конкурсных побед и более 200 полотен, выполненных в различных жанрах, техниках и стилях масляной живописи. Участвовал во всех выставках «Союза художников». Ни одну не пропустил. И я сейчас активный представитель «Союза». Сотни эскизов и безграничные теоретические познания по старинному реместу. Умение работать с деревом Али Бекирова передалось от предков. Боковые каркасы изделия делали из согнутых веток. Пока дерево молодое, ему специально придавали такую вот форму. Но технологий было очень много. Я владею всеми. У крымских татар было пять видов колыбели. У каждого региона свой. Кроватки, мальчиков и девочек тоже отличались. Они были удобными и для кормящей матери, и для младенца. Верхняя опора колыбели делается из твёрдых пород дерева. Вот на этой картине хорошо видно, как мама упирается на него. Она может подремать, положив сюда локти, или же с лёгкостью взять малыша. Здесь были учтены все нужды малыша, чтобы он не ушибся, не упал и не простудился. А в резных торцах делали специальные гнёздышки для ангелов, которые охраняли малыша. То есть колыбель, помимо своего прямого предназначения и красоты, служила ещё и оберегом. Было такое поверье, что в узорных вырезах сидят ангелы. И чем больше их по краям, тем сильнее защита от злых духов. Согласно крымско-татарской легенде, когда на народ напал враг, они спрятали золотую колыбель в пещерах полуострова, чтобы сберечь свою культуру. Идеальные пропорции изделия, красивые края стенок. Форма и отделка колыбели показывают, что Али Ага ещё и талантливый дизайнер. Каждая его колыбель оригинальна по-своему. В них автор вкладывает и особый философский смысл. Ведь жизнь крымских татар целиком и полностью была связана с этим предметом быта. Начинал он её в доме, в колыбели и встречал рассвет в вот таких резных наличниках. Али Бикиров мечтает снова взять в одну руку кусок дерева, в другую стамеску и будто сливочное масло срезать податливый природный материал. Ведь древнее ремесло не забыто и востребовано. Мастер надеется, что все его эскизы рано или поздно станут произведением искусства не на бумаге, а наяву. Наджей Саева, Рафаэль Вахидов, телеканал Миллет. Фольданс-дуэт – так назвали танцевальный конкурс в 44-й Симферопольской школе имени Алими Абденановой. К творческому поединку участники готовились два месяца. Какие пары предстали перед жюри и чьё выступление получила самую высокую оценку – сюжет Севиля Меметовой. На сцене 44-й школы имени Алими Абденановой преподаватель крымско-татарского языка и литературы Исмаил Аминов. Он вместе со своей ученицей участвует в конкурсе «Фольданс-дуэт». Этот конкурс планировался давно. Основная задумка в том, что один учитель с одним учеником в паре, пройдя три части конкурса, представляют свой танец. Смысл в том, чтобы поднять уровень языка, культуры и танцев. И, конечно, привлечь внимание учеников и педагогов. А это необычное выступление Алие Мешдиевы со своим учеником. Они исполняют крымско-татарский танец «Тым-тым». Красивая мелодия, грациозные движения рук и артистизм конкурсантов. Высоко оценили не только зрители, но и все члены жюри. Под бурный аплодисменты они единогласно ставят самый высокий балл. Такой конкурс в нашей школе проводится впервые. И я тоже участвую впервые. Конечно, переживали, но я все равно довольна нашим выступлением. Цель достигнута. Спасибо огромное зрителям за такую поддержку. Это очень вдохновляет. Всего в конкурсе участвовало пять пар. Постановщик всех танцев заслуженная артистка Крыма, солистка ансамбля Крым Майя Анафиева. Готовились к событию два месяца. Сегодня мы получили яркое, зрелищное мероприятие, в котором объединились все трое – ученики, учителя и родители. Я очень благодарна Майя Ханум, во-первых, за то, что она вообще у нас есть. Это наше национальное достояние. По словам директора школы Гульнары Муртазаевой, конкурс раскрыл таланты всех участников мероприятия. Теперь его планируют сделать традиционным. На сегодня оставайтесь с телеканалом «Миллет». Всего доброго! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова